Сайрам, сайрам, good morning. На овощной рынок мы собираемся. Доброе утро, дорогие друзья. У нас каждый поход на овощной рынок все более сокращен, как я вижу. Теперь даже и прогулки не будет, да? Нам все равно, конечно, Рикшу надо было искать. С утра уже позвонил. Да, Раджу с утра позвонил. Привет. Лаки, доброе утро. Как твои дела? Масочка, масочка. Утренние... Важные дела, да? Почистить зубы, одеть маску. Ну, зубы. Цейрам. Цейрам, конечно. Магазинчики открытые. Чвейная мастерская открыта. А что это? Вот, да и вон. Здесь просад, деймейкинг. Они дают какой-то просад? Я не знаю. Что-то случилось. Может быть, maybe this is night prayer, was somebody die? Он говорит, я говорю, может быть, это ночная молитва была, потому что кто-то умер, и сейчас просад раздают. Он говорит, нет, это, скорее всего, перед свадьбой. И тоже просад раздают бесплатную еду всем, кто хочет, за хорошую жизнь. Будущие, будущие пары. Молодой. Это машина из двух астралийских девочек, я думаю. Сейчас машина, машина. Я просто видела, иностранцы ехали на вот этой бирюзовой машине, а Саши мне сказал, что вот эти астралийки, которые каждое утро завтракают в Хануман-кафе, они купили машину. Они здесь 20 лет уже живут. И они обе сестры, да. Мы тоже уже. Не похожи на сестер. Ну, как и мы с Натальей не похожи. Отцы, может быть, разные. И на машине они приезжают вот оттуда из поселка в Хануман. Вернее, не оттуда. Ой, наши. Саша говорит, я знаю их. Ну, кто наши? В смысле, иностранцы, я не помню. Может быть, и русские, может быть, и не русские, но не индийцы. Вот здесь мы вчера... Ну, он ли врут. Ну, он ли врут. Паприка из everything. Собачку тащит, перетаскивает. Ой, это козлята. Гоутс, гоутс. А козлят перетаскивали. Стадо. Козочек. Да, так много песка. Надо даже уже одевать очки, потому что песок летит в глаза. Автобусы, автобусная площадка. Здесь сегодня что-то они все время меняют, говорит, правила. Раньше весь рынок начинался аж с маска. А сейчас, наверное, опять на то место. То место похоже, потому что там очень солнечно. Вот здесь-то им получше под деревьями. Бананы надо купить. Нас опять полюбили наши друзья. Вот опять они, да, на этом же месте, возле этих недостроенных коттеджей. Сейчас Саши договорится об индийских десяти минутах. Вообще без маски полицейский. Заезжать сюда нельзя, видимо. Венит, кукумбер, венит, кэрот, битрут, потейта, томата. Паприка, может, редис. Я тоже люблю бин. Нет, нет, разные бин. Эти бин, я думаю. Да, вот этот зелененький фасоль мне очень понравилась. И обезьянка там наживается. Димит, кэрот, битруль. Томаты 3 кейджи. Онион, ванки, джи. Лемон, банана, арбуз. Потейта 2 кейджи, да. Онион, ванки, джи. И томата, реда. Давайте выберем ред. Давай выберем красный. И этот бин, тоже. Сколько стоит? Да, 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 иначе. 250 грамм достаточно. Сколько стоит? Килограмма лука. 2 килограмма картошки. Вот они продают джекфрут. Он пахнет даже отсюда. Я, наверное, сейчас попрошу Саши, чтобы он немножко купил. Не, я и сама могу купить. Мне просто лень снимать рюкзак. Сколько джекфрута? Сколько? Ну, как это. Для теста. Для теста. Для теста. Для теста. Ну, попробовать просто. Сколько стоит. Ой, они прямо так дали. Оно очень вкусное. Оно пахнет ананасами. Сладкое. Надо купить. Теперь уже неудобно, потому что они мне дали попробовать. Я целую штуку съела. Где мне фото? 20 рупий. На 20 рупий хотя бы положите хоть сколько-нибудь. Вот у них и бумажка. Вот сейчас посмотрим, сколько на 20 рупий получается. Плюс пускай тусы считают. Ну, достаточно много получается. О, очень хорошо. Спасибо. Я помню, что мне Саши покупал на 10 рупий. Вот он такой вот. Он колюченький джекфрут. Скажи, как? Видимо, по разной цене. И он такой прям потом его... Он резина... О, смотрите, прямо всем дают попробовать. Но она не хочет тоже, как и я, на халяву. Она сейчас купит. Так, а где муж? А, вот не идентифицирую я его. Может быть, вы хотите 4 кг, если вы хотите сделать... Да, 4 кг. Ну, я думаю, по 15 рупий килограмм, наверное. И я прошу 4 кг, потому что он хочет, чтобы мы приготовили с ним панир. У нас сегодня в гостях будут две русских девушки. Не знаю, захотят ли они сниматься, но обед все равно мы хотим приготовить хороший. Саши хочет с паниром, с томатами и с зеленым горошком приготовить карри. Вот. Кури сделаем. Салат хороший. Он хочет еще гранатов купить, сделать гранатовый сок. Красивая такая, смотрите, прямо. Мне так у них руки нравятся. Такие вот прямо крепенькие, коричневые. И обтянуты всегда. Вот у них рукава этих чоли. Они обтягивают руки очень красиво. И очень короткие у них рукава чоли. Женственно. Все женственно. Эти одежды женственные. Даже если они работают уборщицами, все равно они в саре. И полицейские в саре. У них есть несколько видов полицейской формы у девушек. Сари цвета хаки. И обычная форма брюки, блузка цвета хаки. И также национальная сальварка мисс, как тенджаби дресс. Тоже цвета хаки. Вот у них три вида формы у девушек полицейских есть. Ну, три, как мне кажется. Может, у них еще есть какая-то. Битрут, 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 битрут. Ред калор. Да, покраснее, покраснее нам надо. Так, теперь надо цены узнать. Еще одну. Это тоже можно использовать. Все? Ага, хорошо. И спроси ей о том, что все цены. Да. Сайра, вот так. Один из паузов. Да. Двести пятьдесят грамм. И больший редис. А, и ты уже взял, да? Все, все, все. Кэббедж, ви хэв. Кэрот, бин, ютейк, бин. Все, все есть, хорошо. Ага. И на пять рупий вот этого. Обезьянка идет с малышом. Это 15, это 60 рупий килограмм. 40 рупий килограмм. Ага. Килограмм 60 рупий. А до килограмм 30. Килограмм 30. 20 рупий полкилограмма огурцы. 100 рупий килограмм. А 50 рупий он купил, полкилограмма вроде бы. 2,8. 2,8, сэр? Нет, нет. 2,8, сэр? Паприка. Какая паприка? 1 кг. 2,2 кг. Какая патейта? 3,6 кг. Паприка 40 рупий картошка. Ну, наверное, надо было до этого спрашивать, тогда было бы дешевле. Вот сейчас мы у нее на 400 рупий купили. Но этого хватит, конечно, на всю неделю. It will be enough for all, all week. Maybe leave with her. Арбуз. Лемон. Так, держи, держи, да, ага. Так, ну ты, ты держи, потому что мне неудобно. У меня хоть и невесомое, но просто неудобно. Банана, папа. Арбуз и банана. И лемон. Арбузиков. Господи, неужели сегодня настолько будет короткий рынок? Бабочка, бабочка. Бабочка опять к нам прилетела. Какая ты умничка, иди сюда. Представляете? Не, ну понятно, что здесь пахнет. Пахнет фруктами. Ей, наверное, хочется что-то поесть. Но у меня такое впечатление, что она прилетела ко мне. Сказать привет, подруга. Ты, говорит, подожди, я принесу бананы. Ну вот не взяли ассистента-то? Мама, я не люблю маленькие бананы. Я хочу маленькие бананы. Ну покупай любые. Бай, билдэ бананы аутсайд. Пошли, пошли. Арбуз. Сколько стоит? Китна. Да, тубик вам. Надо купить два больших. Ич. Ич, да? Один по 30 рупий. Вот такой большой. Он действительно большой. Мне вообще нравятся самые маленькие бананчики. Но, как оказалось, мы их покупаем, но я их не ем. Поэтому сейчас надо покупать то, что нравится Патрику. Мне раньше нравились, пока манго не было. Сейчас есть манго, поэтому сезон мы наедаемся. Бананы, они вообще всегда есть. А манго не всегда. Мы сейчас едим по большей части манго. Девчонка купила целый джек-крут. Прямо вот целый. Папа, веер. Манго. Ну, вчера покупал он. Рыбой пахнет. А, сушеную рыбу продают. На этой стороне уже можно купить. У нас в Кутапарте нет ни рыбы, ни мяса. В кафе нет алкоголя. Даже когда мы отмечаем что-то, то ни шампанского, ни вина. Ну, на станции есть винные магазины. Хорошо. Здесь нет ава. Здесь ава. Он говорит, подожди, я сейчас рикшу привезу. Мои арбузики. Ну, вот крайне, крайне ускоренная. Ускоренный шопинг. Мне так не очень нравится. Смотри, как она положила кошелек опасно прямо в сумку. Гранаты. Он хотел гранаты. И вот здесь через мост те, кто ест рыбу, здесь могут купить и сухую рыбу, и свежую. Откуда-то с озер, видимо, привозят. Я видела наши соседи. Целый таз у них был рыбы. Ну, давно, правда. Сверху-то все видно. Ирвай, 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 ирвай. Вот как их много набилось. Там, наверное, не меньше десяти человек. Может, больше. В одной рикше. Поммигрант, поммигрант. А, он джелеби покупает. Минутку, окей? Последите на минутку. Пойду к мужу. Деловой такой. Он там уже джелеби себе покупает. Немного цветов. Немного цветов. И поммигрант, ты хочешь? Да. Это и это. Тора-тора. Немного роз. И в другой цвет. Да. Не надо. Тора-два-два-два-два. Айпут не бананомэн, а в лагедж. Ага. Ммм. Горячая вкуснятина. Какие братья симпатичные. Я хочу водяную мандалу сделать. Поммигрант, поммигрант. Поммигрант, Ювон. Ты хочешь поммигрант? Здесь. Они уже... Ама, здрасте. Двести, я думаю, я не знаю. Давайте проверим. Чико, яблоки. Но это все дорогой товар. Вот это совсем маленький. А нам для сока. Сорок рупий килограмм. Бай ту кейджи. Там двести рупий килограмм, но они большие. Ну, наверное, потому что они увидели иностранку. Вот так. Восемьдесят рупий. Спасибо. И папайки, говорит, на двадцать рупий на сдачу. Only two fifty, да. Потому что нам пришлось выкинуть, обезьянкам отдать все, что он тогда напокупал. Двадцать рупий килограмм. Обалденные, огромные. Ну, давай возьмем. Давай два килограмма еще возьмем. For two and half... Two and half for fifty rupi. И... Two килограмма. Давай. Давай, здесь, здесь. Wait, wait. Put here, put here. Давай, давай, давай. Не надо пластиковый пакетик лишний. Сейчас. Не банана, а, Валадич. Около бананов наш багаж. А где бананы? Где бананы-то? А где наш водитель? Давай, теперь можно. Они здесь живут, им теперь развлечения. Может быть, они и не торгуют, но им интересно сэром. Your house? А кориандр-то он купил, интересно? Ну, я думаю, купил. Два холодильника. Сломанных. Может быть, здесь какой-то ремонтник живет. На всякий случай, типа, может, для запчастей. А может, и работает. Это, опять же, мои предположения. Зачем бы я выставила холодильник? Если сломан, но пригодится на запчасти. Ну, ничего, бойко так идет торговля. Раньше, в основном, вот, ну, иностранцы, кто в Ашраме жилы, кто в Аутсаде, они с утра приходили, а местные самые, они уже к закрытию рынка приходили. Ну, не все, конечно, но часть местных к закрытию рынка, потому что уже цены были даже меньше, пытались скорее все продать, сбыть, и можно было хорошо поторговаться. Это, наверное, вот всякие владельцы кафе, ну, или кто действительно очень бережно и экономно живет. Ой, как страшно, на Рикше вот эти железяки. Вот, смотри, ой, он прямо в голове к его, вот, байкер. И возле его головы вот эти железные прутья. Блин, да, скорее, давай, гони лучше. Нарушай все, что можно, но главное, езь от этих железяк. По-моему, Рикша там не сильно ориентируется. Даже здесь, не отходя от кассы, так сказать, столько всего интересного. Я приближающую камеру не взяла, но здесь сильно не приблизишь, когда все в таком движении. Венички женщина продает, видимо. Связала резиновым шлангом несколько веничков. А может, это и ее как раз бизнес. Или она купила, или она мужа поставила продавать. Ой, тоже набито. Маленькая Рикша, человек восемь там. Цветочков весь такой. Видно, как он любит свою машину. У него букетик даже прямо на макушечке торчит. Нашу цветочницу полицейский немножко поругал. Там нельзя стоять. И она пытается между ними встрять. Перекрыла кукурузника и вот этого с сухариками. Не знает, куда ей приткнуться. Стоит, продает ее. Не ругают. Нет, ну ругают. Говорят, что давай, отходи немножко. Хинди, говорит. Говоришь по хинди. Я говорю, тора, тора. Вернее, вообще ничего не говорю, кроме этого слова. Ну где наш водитель? Надо было хоть с телефонами отменяться. Водитель сказал номер машины. Такая девочка симпатичная. Не, ну Саша деловой такой. Вообще оставил меня нагло. Что я ему тут? Я женщина, а не посудомойка. Я женщина, а не охранник. В следующий раз надо, значит, брать помощника. Ассистента. А то раздает им за бесплатно деньги. За просто так всем сует. Это наш рикша, оказывается. Он мне что-то говорит. Я говорю, я жду рикшу. Давай. Ого, сколько много. Давай, камин. И мужа моего привези. Вообще безобразие какое-то. Сейчас я ему все выскажу, что я думаю о нем. о своем муже. Какая у девочки коса. Вот действительно, да, пояса толстая, как ее рука. И у этой девочки тоже. Они, наверное, семья. Они оба одинаково бедно одеты. И как будто бы они просто вот, ну, милосты не просят. Как попрошайки. Вон Саши идет. Все, сейчас я на него опять наеду. У него неделя наездов от жены. Ну, не неделя, а пару дней. Для веселья. Для бодрости. Папа. Я тоже не watchman себе. В следующий раз бери своего ассистента. Понял? Для сестры, говорит. Для сестра. Вначале, говорит, садись. Все, друзья. Молодец. Санитарит руки, санитайзерами пользуется. Да, да, конечно. Раз, два, три. У нас, да, у нас было четыре сумки-то. Все, ребята. Окей? Да. Все, друзья. Маркет закончен. Ну, надо же, вот посмотрите, да, значит, это в пять раз разница. Ну, хотя, конечно, и величина гранатов разная, но 200 и 40 рупий. Did you buy coriander? Not hari, not hari. We need coriander. У нас в райончике, говорит, они продают. Ну, господи, ладно. Для меня-то было веселее. Все, я тебя простила. Значит, вы ездили коконат, а я думаю, что у меня есть кориандр. Где вчера пили кокос. Ну, еще, говорит, возле нашего места. Но для меня это не самое важное. Это кориандр. Мы еще должны хлеб захватить, да. Раджу, Раджу с утра уже звонил. Ему нужен бизнес. Смотрите, какие красавицы. Он с кем-то там беседует. Пампкин, у нас есть половина еще тыквы. Он говорит, может, я тыкву куплю? Смотрите, лодки, Дарлинг, вот, вот. Лодки работают. Сегодня лодочная станция работает. Как интересно. И на той стороне вот стирка, и люди вон сушат белье. Туда ходят стирать. Он неправильно едет. Ему надо по той ехать в стороне. Бабушка такая старенькая сидит возле своего домика. На минутку говорит, останови. И мы купим хлеб. Здесь, здесь, здесь. Давай, ага. Давай, давай, ага. Кориандр. Он зовет, он говорит, подъезжай. Наш дедушка красавчик. Сайрам. А, он дал, дал ему. Окей, окей, да. Он дал ему. Тоже фотограф, коллега, коллега. Камеру показывает. Блогер, поди. Но поприличнее. Это на 10 рублей. А дедушке он дал. Но дедушка уже немножко принаглел, как я понимаю. Он десятку. Вначале он пытался ее отдать и просил еды. Теперь он сайрам и десятку берет и просит еды. Сразу нас ведет в каком-нибудь кафе. Ой, ну прекрасно, мне кажется. Прекрасно мы сходили. Ой, спасибо. В общем, он пошел помогать. Увидел, что мы приехали. Но он знает, что Саши всегда, всегда отблагодарит. Прекрасно. Everything fine. Очень хорошо, что Вари Гута Воркинг. Хорошо, что лифт работает. Но не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Ага, thank you, thank you. Надо доехать вначале. Вначале мы доедем, потом будем радоваться. А то это дело такое. Ну вот теперь уже и время настало. Радоваться можно, можно. У меня ключи. Я вас отпущу. Thank you. Харниват. Спасибо. Так, все-все-все, сюда-сюда. Автавил, авилчек, вот. Давай сюда, все-сюда-сюда, а потом я разберусь. Папа стронг, да, молодец. Джим, Джим. Это спортзал для нас. Здесь есть фоас, Джим. Я. Рыночек. Вот и нет.